Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – лабораторная работа номер 3. Определение плотности жидкостей и твёрдых тел. Цели урока – объяснять физический смысл плотности, экспериментально определять плотности жидкостей и твёрдых тел. Цель лабораторной работы заключается в следующем – научиться определять плотность вещества с помощью рычажных весов и измерительного цилиндра. Оборудование, которое мы будем использовать – это весы с разновесами, измерительный цилиндр, твёрдые тела неизвестной плотности, нитка, вода, подсолнечное масло. Итак, лабораторная работа будет состоять из двух заданий. Первое задание – определение плотности вещества различных твёрдых тел. Ход работы. Первое. Определите объём тела с помощью мензурки по формуле В равно В2 минус В1, где В1 – начальный объём воды, В2 – объём воды с телом. Второй пункт. Определите массу тел с помощью весов. Третий. Определите плотность тела по формуле РО равно масса разделить на объём. Четвёртый пункт. По таблице плотности определить название веществ. Итак, ребята, давайте начертим таблицу. Таблица состоит из следующих колонок. Номер по порядку. То есть у нас будет с вами три опыта при выполнении лабораторной работы. Затем масса тела в граммах. Следующая колонка В1 – это первоначальный объём жидкости. В2 – объём жидкости и погружённое в него тело. В2 минус В1 – это будет объём тела, которое мы погрузили в жидкость. Следующая колонка – плотность вещества, которого нужно будет рассчитать в граммах на сантиметр в кубе. А в следующей нужно перевести грамм на сантиметр в кубе в килограмм на метр в кубе. И по таблице плотности определить название вещества и вписать в последнюю колонку. Итак, опыт номер один. Значит, мы возьмём мензурку для определения объёма тела. Первоначально мы должны определить цену деления мензурки или мерного стакана. Для этого нужно взять два ближайших штриха, на которых написаны цифры. От большего значения отнять меньшее значение и разделить на количество делений. Например, я возьму два деления – 60 и 70. Между этими делениями с подписанными цифрами находится 10 делений. То есть я от большего числа отнимаю меньшее – 70 минус 60 и делю на количество делений на 10, получаю 1. То есть цена деления моего мерного стакана или мензурки – 1 сантиметр в кубе. Далее я определяю объём, первоначальный объём, который налит в мензурке. Он обозначен В1 и равен 80 сантиметров в кубе. Далее погружаем исследуемое тело в этот сосуд с водой и уровень жидкости поднимается до некоторого значения. Определяю, что теперь объём воды В2 стал 90 сантиметров в кубе. Для того, чтобы определить объём тела, мне нужно от объёма В2 отнять объём В1. 90 минус 80 – объём нашего тела, которое мы будем исследовать, равен 10 сантиметров в кубе. Следующим этапом нужно определить массу тела с помощью рычажных весов. Для начала, прежде чем приступить к измерениям, нужно уравновесить весы. После того, как уравновесили весы, на правую чашу я ставлю груз неизвестной массы, а левую буду уравновешивать разновесами. В данном случае моё тело уравновешивается тремя гирями, массами 25 и 2 грамма. Итого, так как эта система находится в равновесии, я могу сказать, что масса моего груза исследуемого тела равна 27 грамм. Результаты наших опытов занесём в таблицу. Итак, первый опыт. Масса тела – 27 грамм. Первоначальный объём жидкости, который был налит в мерный стакан, 80 сантиметров в кубе. Объём жидкости вместе с телом В2 – 90 сантиметров в кубе. А объём тела, который мы с вами определили, получился 10 сантиметров в кубе. Рассчитаем плотность вещества. Плотность вещества определяется по формуле «масса разделить на объём». Итак, масса 27 грамм делим на 10 сантиметров в кубе, получается 2,7 грамм на сантиметр в кубе. Далее нам предстоит перевести граммы на сантиметр в кубе в килограммы на метр в кубе. Для этого 2,7 я умножаю на 1000, получается 2700 килограмм на метр в кубе. В следующей колонке нужно написать, из какого вещества изготовлен данный цилиндр. Для этого я воспользуюсь таблицей плотности. Итак, рассмотрев таблицу плотности, нахожу, что плотность 2700 килограмм на метр в кубе имеет алюминий. Значит, наш цилиндр, который мы исследовали, является алюминием. Опыт номер 2. Опыт номер 2 и 3, ребята, вы рассчитаете самостоятельно. Но давайте обратим внимание, что первоначальный объём жидкости В1, так же, как и в первом опыте, у нас в 80 сантиметров в кубе, в 2 – 90 сантиметров в кубе, а чаши весов у нас уравновешиваются гирями 50, 25, 2 и 1 грамм. В третьем опыте исследуемое тело имеет такой же объём, если вы обратили внимание, рассмотрев мензурки, но другую массу. Масса уравновешивается данного вещества гирями 50, 20, 10, 5 и 2 гирки по 2 грамма. Задание номер 2. Определение плотности жидкости. Ход работы. Первое. Определить массу пустого мерного стакана с помощью электронных весов М1. Далее. Определить массу мерного стакана и жидкости М2. Третий пункт. Определить массу жидкости М2 минус М1 и обозначить буквой Н. Далее. Определить объём жидкости. И рассчитать плотность тела по формуле. Ро равно масса разделить на объём. По таблице плотностей определить название веществ. Итак, начертим таблицу номер 2. Первые колонки номер по порядку. В данном случае мы проведём два опыта. То есть мы будем определять плотность двух жидкостей. Следующая колонка. Масса пустого стакана в граммах. Далее. Масса жидкости из стакана М2 тоже в граммах. В следующей колонке мы должны будем определить массу жидкостей, обозначенной буквой М, в граммах. Далее. Объём жидкости в сантиметрах кубических. Рассчитаем плотность вещества в граммах на сантиметр в кубе и в килограммах на метр в кубе. И используя таблицу плотностей, определим название вещества, налитого в мерный стакан. Итак, опыт номер 1. Используя электронные весы, измеряю массу пустого мерного стакана. Масса этого стакана получилась 83,1 грамма. Наливаю в стакан 100 миллилитров жидкости. 100 миллилитров. И измеряю массу вторую. То есть массу жидкости и мерного стакана вместе. Наша масса получилась 183,1 грамма. Далее заполняем таблицу. Итак, опыт первый. Масса пустого стакана по результатам нашего эксперимента 83,1 грамма. Масса жидкости из стакана 183,1 грамма. А вот масса жидкости определяется следующим образом. От М2 нам нужно отнять М1. То есть от массы жидкости из стакана нужно отнять массу пустого стакана. 183,1 минус 83,1 получается 100 грамм. То есть масса жидкости имеет вес или массу 100 грамм. Далее. Объем жидкости, я напоминаю, мы с вами знаем. Мы налили 100 сантиметров кубических жидкости. И определяем плотность. Плотность определяем по формуле масса разделить на объем. 100 грамм делим на 100 сантиметров кубических. Получаем плотность 1 грамм на сантиметр в кубе. Далее нам следует перевести граммы на сантиметр в кубе в килограммы на метр в кубе. Умножив на 1000, получаем ответ 1000 килограмм на метр в кубе. Если посмотреть на таблицу плотности, то вы увидите, что данная жидкость это вода. То есть вода имеет плотность 1000 килограмм на метр в кубе. Вот вы видите, вода имеет плотность 1000 килограмм на метр в кубе. Опыт номер 2. Вы проделаете самостоятельно. Обратите внимание, мы используем тот же самый мерный стакан. Масса пустого стакана 83,1 грамма. А вот масса стакана вместе с неизвестной жидкостью у нас 173,4 грамма. Используя тот же алгоритм действий и ход работы, нужно определить, что за жидкость налита в данный мерный стакан. Конечно, используя таблицу плотности. После выполнения данной работы следует сделать вывод. Назовите результаты своих измерений и вычислений. Сверьте вычисленный результат плотности тела с табличным значением. Желаю успехов при выполнении данной лабораторной работы. Спасибо за внимание.